Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как вижу людей помолоть меня на пару и больше лет, их раскрепощенная свобода с их парами и друзьями, с которыми весело видеть спрос у окружающих на них меня рвет на куски. Чувствую себя старой и неудачной на их фоне, социально не адаптированной, и от этого вся жизнь, которая прошла в никуда. Просыпается ощущение, что я не нужна тем, кто нужен мне, те же самые веселые, свободные, распрощенные и характерные люди. Я 21. Пытаюсь приубеждать себя в момент таких принципов, что это не так, смотрю на свои прошлые победы, на построенные социальные связи, но мозг их обесценивает. Делаю те кто будет лучше меня, от этого мне очень больно, почему до сих пор не принимаю это неизвестным счетом. Эти живые триггеры очень даст. Буду рада любому ответу, ибо не понимаю, как можно по-другому отнестись к этой проблеме. В первую очередь хочется обратить ваше внимание на то, что здесь чувствуется стыд. Чувство стыда возникает из-за подавленности, подавленных реакций, подавленных чувств, которые у вас очевидно присутствуют, и из-за внутреннего, скажем, конфликта. то есть вы, с одной стороны, хотите вроде бы быть такие, как те люди, потому что у вас есть в голове позиция, что такие люди, вот они какие-то, ну, правильные, да, хорошие. С другой стороны, с другой стороны, вы очевидно обладаете немножечко другими характеристиками, которые не совсем подпадают под категорию этих людей. Вы стараетесь быть лучше, сравнивая себя с другими людьми, но не опираясь на себя. Из-за этого вы всегда проигрываете, потому что другие люди, как раз таки, они или являясь собой, или более успешно на вся маску, всегда будут вас отходить. Поэтому, здесь необходимо работать в первую очередь с тем, что важно лично для вас, и тем, что хотите лично вы. Здесь важно учиться быть собой и учиться принятию себя, вот, культивировать чувство любви, уважения и принятия к себе. Это возможно только на консультации, вот. Такая вот история. Так же, можно здесь речь об адекватном, я бы сказал, целеполагании. То есть, вот вы всё вот это пишите, да, всё это описываете, но здесь нет цели. То есть, что такое цель в данном случае? Это то, чего я хочу, то, что мне нужно, то, к чему я стремлюсь. Вот. Дело в том, что при развитом, скажем так, внутреннем критике, внутренний критик развит достаточно сильно, человек, на самом деле, подавляет себе всё. Подавляет себе импульсы, подавляет себе свои порывы какие-то, да, действия и поступки, которые кажутся нерациональными. То есть, конфликт заключается в всём. Вы завидуете весёлым, раскрепощенным людям, свободным, как вы говорите. Хотите быть такой же. Но, в то же время, вы себя контролируете, контролируете, как вы себя ведёте, очевидно, что говорите и так далее. Ну, понятно, что таким образом вряд ли вы добьётесь того, что хотите. Вот. У всех возможности разные. И у кого-то, например, через отсутствие контроля, через отсутствие контроля, получается хорошо шутить и получается быть естественным, а у кого-то нет, у кого-то получается хуже. Так, это значит, здесь ключевой момент, что вы боитесь быть глупой. Вот. Это всё про контроль. Вот. Поэтому учиться замечать в себе эти вещи, выражать их, не бояться обратной связи от людей, больше полагаться на свои чувства. Как я уже сказал, культивировать чувство любви и внутреннего принятия и так далее, у вас этого нет и эти обстоятельства нужно исследовать. Вот та работа, к которой вам нужно готовиться. Если говорить про отношения, то здесь довольно деликатный вопрос. Дело в том, что да, с одной стороны вы можете изменить своё отношение к этому, да, вы можете как-то поменять, вы можете обесценить, вы можете сказать, что нет, я другая, мне там нужно что-то, что-то ещё. Вот. Но мне кажется, что для начала было бы неплохо, если бы вы, в принципе, узнали, а вообще чего я-то могу, да, то есть какие у меня способности, какие у меня возможности и их, в принципе, вот, ну, на что, условно говоря, я могу рассчитывать, да, то есть, как бы, чего я могу достичь. Вот. То есть проверить себя. Проверить себя. Вот. Дело в том, что он не случайно именно раскрепащенность и свободу вас, как вы говорите, триггерит. Вам этого не хватает, не хватает. То есть завидует человек, как правило, тому, чего он хочет сам. Это значит, что это вы хотите, это значит, что вы чувствуете, что вам это, ну, не то чтобы близко, может быть, сейчас вам кажется, это далеко, но это то, что вам нравится. В свою очередь это приводит нас к тому, что вы себя, опять же говорю, подавляете. И в первую очередь вам нужно увидеть, как это происходит, то есть за счет чего вы подавляетесь, да, за счет чего вы себя, получается, специально-специально сбиваете, как вы говорите, мозг обесценивает. Это не мозг обесценивает, а то вы сами обесцениваете, а то вы выбираете обесценить, но почему? Потому что вы так привыкли. И за время вашей жизни вы привыкли не замечать этих моментов, вы привыкли не придавать им, ну, какое-то, скажем так, может быть, какое-то значение, вот. Вы привыкли не, как бы, ну, не включать это в свою реальность, потому что так выгодно. Вот, понимаете? В целом, в целом, вы производите впечатление человека, человека достаточно зажатого, вот. Но при этом очень явственно чувствуется в вас злость, обида, я бы даже сказал агрессия. Это не случайно. Это не случайно, потому что много чего добавлено, вот. и дело здесь не столько в том, что вы, например, хотите быть, там, более, ну, более раскрепощенный, допустим, и так далее. Хотя и это тоже. А дело здесь в том, что вам сложно и тяжело из-за того, что вот это всё у вас, скажем так, подавлено. Вот. Это всё. У вас подавлено. То есть, когда у человека много подавленностей, он, естественно, как-то вот хочет, да, от этого освободиться и, ну, смотрит, что, на мой взгляд, вполне логично, он смотрит в сторону, естественно, каких-то, каких-то, ну, каких-то свобод, вот. Что, в принципе, и делаете вы. То есть, я не вижу в этом ничего сверх такого уникального и аномального, что ли. То есть, то, что вы делаете, это вполне естественно. То, что вы делаете, это вполне логично, потому что так, на мой взгляд, вы пытаетесь себя защитить. Вот. Было бы, на мой взгляд, было бы, на мой взгляд, странно, если бы вы этого не делали. Вот. А то, что вы это делаете, то, что вы это делаете, это, вот, ну, опять же, да, по моему мнению, это хорошо. То, что вы это делаете. То, что вы, ну, стараетесь, значит, что-то найти, да, стараетесь, вот, что называется, как-то в этом смысле о себе, ну, о себе позаботиться, вы пытаетесь о себе позаботиться. Вот. На мой взгляд, это очень здорово, потому что могло бы не быть. Но агрессия и злость, она, конечно, они, конечно, дают, дают о себе знать, да, и беспокоят вас. Вот. Поэтому я бы начал с чего? Я бы начал с того, что, с того, чтобы постарался бы сначала вылезать, выплеснуть всю ту боль, которая у вас присутствует, всю ту агрессию, злость, может быть. Вот. Злость, злость, это как-то перестало разрушать хотя бы. Вот. А дальше уже можно будет говорить о том, чтобы почувствовать, что-то еще, да, какие-то, ну, еще другие моменты. Вот. То, что сейчас фактически вами не чувствуется. Вот. Вот как-то так. Довольно интересно то, что вы упоминаете про изменение отношения к ситуации. Довольно интересно. Потому что изменить отношения действительно, действительно можно. Но далеко не всегда это хороший способ и это не является по нации. Изменять отношения нужно к тому, что вы действительно не можете изменить. Здесь изменить, изменить, изменить что-то более чем возможно. Вот. Да. Я не буду, ну, не буду скрывать, например, того факта, что это, это, мягко говоря, не просто. Вот. То есть это не такой простой процесс. Вот. Но более чем возможно. Вот. Поэтому смотрите в сторону того, чтобы выбрать себе психолога, да, и начать потихонечку разбираться. я думаю, что не сразу, постепенно, в зависимости от организации ваших психологических защит, вот, вы довольно уверенно пойдёте в сторону того, чтобы, во-первых, с одной стороны, лучше исследовать себя, да, и лучше, ну, понимать себя, и понимать то, что вам нужно, понимать то, что вам хочется, вот, понимать то, что вам важно, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, чтобы увидеть, вот, увидеть, значит, свои конфликты, увидеть, значит, свои противоречия, увидеть, увидеть, значит, то, что вас, ну, словно говоря, удерживает, да, вот, ну, в состоянии, удерживает вас в состоянии, который вас не устраивает, и вот, значит, уже что-то с ним сделать, как-то его, как-то его подкорректировать и изменить, вот. Все это более чем реально. Вы, большая молодец, что обратились за помощью, вы, большая молодец, что задали этот вопрос, это вот такой, получается, первый шаг, да, то, что, вот, ну, то, что вот вы спросили, да, то, что вы спрашиваете, это первый шаг, а следующий шаг, это вот выбор, выбор, значит, психолога, да, и начало индивидуальной работы, вот. Как-то так. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.